Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я хотел бы представить нож, который совсем не в моем стиле, который я уже говорил в одном из видео. Придумал один из моих друзей, который живет в славном городе Воронеж, Алексей, называется нож-берсеркер. Название тоже Алексей придумал, поскольку он большой любитель ножевого боя, я совершенно сразу скажу, я далекий человек от всех ножевых боев, я предпочитаю стрелять. Я вообще ножами пользоваться не умею, я ими могу порезать что-то, застрелить, шкуру снять, но на ножевых боев это не мое. Особо я этим ножом про него ничего не снимал, потому что все-таки не мой профиль. Конечно, если совсем нечем, наверное, можно шкуру снять, но вообще совсем нечем. И решил я этот фильм снять. Недавно посмотрел, прислали нам ссылку, один такой, ну, достаточно нормальный парень, юморной, получил наш нож, и вот про него рассказывает, там, тестирует. Особенно мне понравилось, я давно, в принципе, так не смеялся, особенно мне понравилось, когда он... Ну, вообще, у него ролик, мне для себя больше понравился, где там оружие и не оружие, то есть как доказать там. Ну, что там понравилось, я думаю, посмотрите, поймете. Вообще, позитивный довольно парень. Объективно, да, указывает там на небольшие косячки наши, которые там были. Ну, в действительности, там был реально один наш косяк, один был сделан на тот момент специально. Косяк то, что не прошла полировка, ну, немного небрежно получились зуби. Здесь, ну, вот это я взял серийный нож, который я как бы собираюсь управлять. Вот, вот, человек заказал его, да, я его просто хочу прежде чем отправить, про него рассказать и немножко его протестировать. Здесь с этим проблем нет, его просто не полирнули перед отправкой. А то, что он, тот нож был туповатый, на тот момент мы где-то месяц проводили экспериментально усредненную заточку. Я об этом говорил и в контакте, и говорил везде. Не оправдываюсь ни грамма, сейчас угол заточки сменен. Почему усредненную? Тоже объяснял. Да, многие начинают делать ножами, что и я там, протыкать всякие ведра, потом начинают там искать мини-мини-звусенцы. И вот для подобных экспериментаторов заточка была сделана тупей. Резать она тоже будет, тоже будет, но, конечно, не так, как заточка, которая предназначена для резки. Вот. Поэтому, будем считать, что нож был слегка тупой, это усредненная заточка. Это было специально не только на берсерке, это было на целой серии ножей, которая была выпущена за месяц. Потом мы сравнили отзывы и поняли, что вернуться нужно к старой заточке. Мы к ней вернулись. Более того, взяли более острый угол. Единственный минус, что не получается вот такая красивая режущая кромка, как на, скажем так, на тупом угле заточки. Вот, когда по тупей угол делаешь, арка более такая, она более симпатичная. Ну, хуже режет, плюс то, что хорошо держит рубящие удары, в том числе по костям, по железу, но хуже режет мясо. Все-таки пришли к выводу, что нож это не сабля, да, то есть он в первую очередь должен резать. Он должен легко резать мясо, не знаю, там карандаши строгать в школе. Вот. Посмотрел я видео человека, где он его тестировал, там брюки, в штанах мясо положил. Мне, в принципе, понравилось, там, кокос протыкал. Прикольно так. Да, там были наши косяки, я на них обнимание обращаю, в целом. Само видео, сам подход к видео, в принципе, могу сказать, что, ну, позитивно. Лично у меня, в принципе, позитивные эмоции вызвал. Что я хочу сказать, ну, вот, парень рекомендовал хват вот такой именно. То есть он сказал, что вот этот нож, он именно для такого хвата, здесь вот как бы, ну, не знаю для чего. Опять же скажу, я не ножевой боец, считаю так же, как и человек, который снял то видео, что ножевой бой, это все-таки пафос немножко, да? То есть другое дело, что существует в реальной жизни, наверное, существует. Слава Богу, как бы не доводился это применять. Защита ножом. Что такое защита ножом? В первую очередь мы хотим просто защититься, напугать хулигана и при необходимости, ну, наверное, как его шокировать, да? То есть, возможно, нанести какую-то царапину, там, режущий удар, там, громко закричать, там, и нам главное защититься. А другой вопрос уже, то есть это, скажем, тактический нож, да? Это не нож спецназовца, да, у которого назначение просто убить противника. Вот и все. Здесь нам нужно что? Нам нужно, первое, по возможности напугать, если не получилось напугать, значит, применить. С таким, применить причем так, чтобы человек и нападать больше не хотел. И в то же время, ну, скажем, его не травмировать. Вернее, травмировать, но не сильно, скажем так. Вот, вот этот нож, на мой взгляд, как раз, вот, ну, во-первых, сделанный он вниз, это для того, чтобы не было оружия, ну, об этом уже рассказывалось, да? Затем, первое, что при самообороне, ну, даже если нож достал там, да, и просто начал с безумными глазами дико орать, убью, нормальный человек, наверное, убежит. Тем более, если у него нет там, ну, не знаю, там, пистолетов, автоматов там, или он там не имеет там черный пояс по карате и еще почему-нибудь. Первое назначение нож выполняет. Страшно? Страшно. Вот эта насечка, вот эта насечка, когда я спрашиваю у Алексея, зачем, он мне показал такое движение. То есть, движение, как бы, с целью поцарапать. Поцарапать там лицо, но поцарапать не сильно. То есть, больно течет кровь, но не более того. Это все рассчитано на, как бы, скажем так, банальную самооборону. На грани фола, конечно. Вот. Ну, и сама форма подразумевает секущий удар, который, ну что, он ранит, да, течет кровь и практически он должен, как бы, вывести человека из строя, в первую очередь психологически. Вот. Вот. Я думаю, и это в ноже заложен конструктив. По поводу хвата, вот тоже я обратил внимание, вот человек сказал именно, значит, что вот у него самый удачный вот такой хват. То есть, палец сюда, сюда и сюда. Я его ни в коем случае не оспариваю, потому что, на мой взгляд, опять же, он ножевым боем занимается, а я вообще ничем не занимаюсь. И, поэтому, ему, наверное, леднее. Но, на мой взгляд, это короткий тачковый удар, в первую очередь. Удар секущий. Здесь вот лично у меня, как бы, движение, вот это движение, вот это движение, оно небольшое за счет вот этой вот кроковизны. То есть, мне нужно рукой. Это, в любом случае, снизить скорость. Если, конечно, у вас суставы не развиты, как кошки. Это надо понимать. Следующая есть такая интересная концепция. То есть, для чего человек берет в руки, там, палку, ну, понятно, что там еще какой-то предмет. Это удлинение, чтобы достать противника раньше, чем он ее достанет рукой. Ну, и палкой бить не больно. Вот. Опять же. Мое сугубое мнение такое. Вот, просто. Это просто мое мнение. Вот. Поэтому, беря нож таким образом, мы убираем 3 сантиметра при секущем ударе. При колющем ударе вплотную это нормально. При секущем ударе это не хватит как раз этих 3 сантиметра. Может не хватить. Опять же, у меня, как не у профессионала. У профессионала, наверное, все хватит. Значит, дальше. То есть, когда мы берем нож вот таким образом. В принципе, как Леха мне и показывал. Он что-то крутил ее, как-то вертел. Ну, это все это баловство. Не знаю я. Но. Вот. Я взял таким образом нож. Для секущего удара. У меня на приоглис. У меня на приоглис. Вот палец. Вот. И вот эта часть, она у меня полностью мягкая. То есть, она у меня как бы страхует. Раскрепощена. И плюс нож стал длиннее. Это, вот, мое мнение, ну, для секущего удара, вот, мне лично будет полегче. Ну, опять же, кому так. Да? Можно взять нож вот таким образом. Вот. У меня вот рука маленькая, у кого-то рука здоровая. Ну, вот с моей рукой вот так пойдет. Упереться вот сюда. И вот в эту насечку. Очень удобный хват. При, как бы, вот. И также обратный хват. Обратный хват. Но обратный хват как? Это удар. Ну, такой он, на мой взгляд, такой все-таки. Тут надо что-то, ну, какой-то он даже профессиональный. Да и для самообороны такие удары не делают. Это же, ну, ну, этот удар больше не для шока, а для, немножко для другого. Вот. Ну, при таком хвате, при таком хвате, значит, ну, что. Во-первых, ножом можно воспользоваться, то есть, удар наносится вот этим местом. То есть, если вы совсем не хотите травмировать, то есть, в область подбородка или носа, или еще куда-то. То есть, абсолютно не инертное. То есть, вот я, грубо говоря, вот стучу по носке, да. У меня даже, у меня даже вообще рука не двигается. Ну, конечно, немножко будет двигаться там, да. То есть, вот. Это такой. Ну, и удар такой, это тоже все-таки не совсем для самообороны. Такой он, хотя бог ее знает, то есть, достал, нанес удар. Это, я вам говорю, как дилетант. И вот последнее, что бы хотел сказать. Значит, про ножны. Абсолютно согласен с человеком, что для тактического ножа должны быть пластмассовые. К сожалению, наши фирмы пока на данном этапе их выпускать не может. Узнавал я про закупки пластмассовых ножен, пластиковых. Они стоят. Ну, там просто, во-первых, надо заказать очень большую партию. Во-вторых, они даже не в том дело, что они не сильно дешевые. Мы, как бы, на выбор бы их предлагали. Но просто сама пресс-форма очень дорогая. И просто, ну, кто надо, кому нужно, наверное, на данном этапе пластиковые ножны закажут сами. Все остальное, вот, носить можно и так, и так. Как бы... Ну, дальше, что мы хотим сказать. Я посмотрел тоже видео. Человек там, когда в штаны мясо наложил, там... Ну, да. Прикольно. Я решил немножко сделать вот таким образом. Я просто сегодня приду в гости. Я вот приобрел только что барана. Здесь, правда, пол барана. Вот, надо понимать, да? Вот это вот баран. Вот это у него шея. Вот так вот, чтобы понятно было, да? То есть это не плечо, это его шея так изогнута. Здесь вот, как бы, вообще ничего нет. Ну, достаточно мишень сложная. Плюс, там... Это мой охотничий костюм старый. И куртка, типа какой-то брезентухи, то есть с кугольцами совсем. Причем здесь вот еще ремень перепоясанный. Ремень. То есть, моя задача что? Вообще проверить. Мне даже самому интересно, а насколько нож может выглядеть. Я в данном случае тычковый удар покажу потом. Ну, это все понятно. Тут все понятно. Здесь двойная одежда, плюс сложная, очень сложная штука. В чем? Потому что вот здесь ничего нет. Вот понимаете, да? И здесь ничего нет. То есть область поражения, область мишень у меня фактически вот. Вот, допустим, я держу нож, да, там, и уношу. Просто себе кущий удар, да? Вот. То есть вот нанес я удар, вот эта курточка, ветровочка такая. Вот. За ней, за ней штанишки, штанишки вот эти мои охотничьи. Получается дырочка и вот первый порез. Первый порез. В чем такой? Ну, такой, знаете, нормальный. Вот. Размер пореза. Вот он. Вот. Наношу второй удар. Второй удар ножом. Палец здесь у меня фиксирую, да? Ну, то есть вот он выдерживает. Вот. Я ударил вот здесь. Здесь именно место такое, ну, где вот это вот, как вы понимаете, бок барана, да? Вот, вот, бок, да, спина уходит. Чтобы понятно было. Вот это было так. Значит, здесь вон в кармане всякая хрень, какие-то ножницы тут, пилочки. пилочки. Здесь был еще ремень. Здесь был еще ремень. Здесь был еще ремень. Значит, вот это... Вот это еще в чем? В кармане всякая штука. То есть, смотрим. Удар пришелся. Пришелся. Вот он пришелся. Значит, первое место, где должно быть поражение, это вот здесь. Так. Поражение есть, но очень незначительное. Вот оно. То есть, вот эта дырка небольшая, да? Затем, значит, нож. Ну, опять же, мишень достаточно, как увидеть, сложная. Дальше он уходит. Опять начинает зарезаться. Опять начинает зарезаться. Здесь опять же идет порез. Порез. Несмотря на то, что... Вот сейчас просто покажу. Немножко его прираздену. Несмотря на то, что нож зацепился там за ножницы, за какую-то фигню. Опять идет дальше прорез. И вот она опять, небольшая резаная рамка. Вот она. Ну, вот. Буквально вот такая. То есть, то есть, человек одет так слегка по-осеннему. Плюс у него в кармане какая-то штука. Какие-то вон тут пуговицы. В то же время, в то же время. Мы, наверное, уберем. Чтобы ножик не тупить. Ну, и попробую я вот удар, который, в принципе, вот парень сказал, что вот здесь держать таким образом. Да. Ну, опять же, это как. То есть, я просто пью там, да. То есть, раз, вот. То есть, вот так. Вообще, не хорошо. Реально. Значит, вот порез. На данный момент порез самый глубокий. То есть, воротник куртки. И вот это, вот эта рамка. Вот она. Она большая. Достаточно, чтобы нейтрализовать, шокировать. Пробивает куртку, карман. Все эти подкладки. У штанов карман. Ну, порез небольшой. Он есть. Вот он. Так. И удар второй, который был рядом сделан. Вот он. Тоже прямо небольшой порез. Сейчас я немножко. Вот что-нибудь-то новое бьем побить этому хулигану. Ну что, опять вот таким хватом. Ну, жестким хватом. То есть, защищаюсь от плеча. Опять же, у меня навык. Нож вот такой. Но, несмотря на то, что она не широкая. Но этого достаточно, чтобы ребенок бежал. То есть, прорезал жировую. Прорезал эти брюки с подкладкой. Пинжак вот этот вот. И вот она. Глубина, то есть, глубина. Вношу своим сладким. До сих пор. До сих пор. Так. Вон получается такая вот дырочка. как бы нож вылетел оттуда в данном случае не пробило ну что, манекен я делал не специально сразу говорю вернее, делал специально но, скажем так, не старался взял вот эту половинку и надел даже шмотки первые, что попались значит, ну что разрезал он какую-то тут на спине аж толстую кожу кусок кожи перебил разбил полностью брюки и так поражение коротким движением значит, обороняем с коротким движением ну вот здесь очень удачно раз два, слой, три четыре материала и вот она рана вот она достаточная для того, чтобы хулиган испугался в первом случае тоже он какой-то шов тут жесткий тоже достал но чуть-чуть бок передо мной бок движение чудесное поражение раз два три четыре пять шесть и достало вот удар такой нормальный прямо прям хороший вот поражение вот несмотря на то, что здесь вообще все болталось вот так вот на то же время тоже порезано то есть кончу я имел ввиду короткий вот такой там еще раз обратным хватом даже лопатку пробил вот все таким образом кстати бить вот тоже вот так мне больше нравится под этот причем вот аж вошла в кость в общем в целом хорошая вещь ну и вот что мы имеем фубарщика хулигана и мои штанишки так ну вот теперь на туши можно посмотреть порезы еще раз так вот небольшой порез раз с зацепленным животом вот порез через угол даже шмотки там остались пуски материи вот он растекло два вот три так это я пробивал вот большущий порез здоровый идет он даже такой чтобы мясо разрезал это вот вот рядом тыкающий да вот он а вот он идет вот он до кости прорубило в этом месте вот хороший порез вот он порез вообще нормальный глубина там около печати вот он то есть вот порез ну практически практически все удары оставили следы то есть резюмирую уж если у меня и то хоть что-то более-менее получается ну как у дилетанта просто я как говорю что человек может оброняться этим ножом то я думаю что человек который занимается ножевым боем или чем-то таким вроде самозащиты с ножом нож должен понравиться еще больше вот что берсеркер русский булат на arm а дома араб っていう Продолжение следует...